Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас не выставка стульев, как кто-то из вас мог подумать. А сегодня у нас будет обзорчик стула-тренажера Спина ОК. Они есть разного вида. Они очень часто мелькают у нас на канале. Очень многие даже в личку начинают спрашивать, Татьяна, когда вы снимите обзор? Татьяна, где можно купить такие стульчики? Как они на вас действуют? Поделитесь отзывами, поделитесь, где их взять, купить и так далее. Что это за стульчики? Вы все время показываете. Они у нас мелькают в жизни за кадром, где-то в других видеороликах. И мы обещали сделать на них обзорчик. Но для того, чтобы сделать обзор, нам нужно было их испытать на себе, на наших детях. Понять, как мы себя чувствуем, понять, работают они или нет. И понять разницу между ними. И вот пришла пора, когда мы готовы к обзору. Я вот сижу как раз-таки на вот таком стуле Спина ОК. Это стандартный стул. Боречка, покажи, как он. Можно выше сделать, да. Вот так вот можно. Выше сделать. Можно ниже сделать. Видите? Самое главное, чтобы ноги стояли на полу. Вот. Давайте сначала посмотрим виды стульчиков, для кого они предназначены. Мы поделимся своими отзывами. И в конце вы услышите от профессионала, как работает конкретно этот стульчик на организм человека, для кого он подходит и так далее. Начнем с того, что есть, как я уже вам показала, стандартные стулья, которые подходят. Вот как в кухне можно с ним сидеть, да, кушать. Можно за компьютерный стол поставить, можно просто в комнате поставить. Ну, то есть, такой стул многофункциональный, так сказать. Единственный момент, видите, у дочки за компьютером стоит стул, она ребенок. Да, и у нас тоже вот бывают такие моменты, что-то капнет такое, что очень тяжело вывести. Поэтому, то, что мы поняли, конечно же, лучше поискать на такие стулья чехлы. Мы не пробовали стирать стулья. То, как мы их чистим, это берем пылесос с такой насадочкой маленькой, вычищаем пыль с него полностью, протираем потом поверху мокрой тряпочкой. Вот вся чистка, которую мы предоставляли на данный момент стульям. И были стулья, были вот эти сидения детские, которые у нас стояли. Кстати, это еще одна из причин все-таки чехлы делать на них. Они стояли у нас в кухне, кто помнит по видео нашим. И они были в таких много-много жирных пятен. Вот, выводили пятна выводителем. Но прям стирать мы не пробовали их. Так, чтобы под воду всунуть, скорее всего, эту информацию, чтобы нам просто не соврать сейчас, случайно в видео, нужно проконсультироваться на сайте у производителя. Узнать, как правильно стирать данные стулья, как правильно их чистить, как правильно выводить конкретные пятна. Потому что мы... Ну, то есть, начинка... Не уверены, в общем, отклеится, не отклеится. Но это такая вот техни... Знаете, как вот такая мебель, вот как диваны, там ковры, вот такие стульчики, требуют особенного ухода за собой. Из-за того, что нам еще не приходилось их стирать, то есть не приходилось прям конкретно за них браться, мы данную информацию не узнавали. Поэтому, я думаю, на сайте легко проконсультируют специалисты, как правильно чистить такие стульчики. То есть, я пока эту тему оставлю открытой. Ну, то есть, мы вот только пылесосим их и прочищаем. Значит, есть вот такие стулья. Это у нас у дочки стоит за компьютером, а это у нас за компьютерным столом стоит. Есть взрослые сидения вот такого типа. Чем они удобны? И какие есть нюансы по поводу вот этих... переносных стульев окей. Они устроены вот таким образом. Здесь вот такая подставочка. Видите? Вот так вот он выглядит. Если снизу смотреть на него, видите? У него устройство, которое очень ненадежно держится. Балансировку нужно держать, когда на нем сидишь. В детских тоже самое. Видите все? Такой механизм, который свободно ездит. Но единственное, вот здесь мы сняли... Здесь были два колесика, которые не давали стульчику упасть как бы назад. Но! Когда мы начали общаться с детьми, когда мы увидели, как они на них сидят, они просто садились на эти колесики, опирались и сидели. А сейчас вы поймете дальше работу этих стульчиков, так на них сидеть нельзя. И поэтому для того, чтобы они не хитрили, чтобы они просто не усаживались на эти колесика, мы их сняли. Не знаем, правильно мы сделали или нет, но мы посмотрели, что больше эффект все-таки без колесиков. Потому что колесика очень близко были расположены. Видите? Очень близко. И чуть-чуть ребенок опирался и прям садился. Чуть-чуть назад, и он уже сидел на трех точках, а не на одной. Этот момент тоже, кстати, можно задать. Мы не додумались, кстати, задать вопрос, зачем детям колесики. Можно задать на сайте. Мы, скорее всего, тоже уточним, для того, чтобы ребенок более эффективно сидел. Но нам показалось вот так вот. В любом случае, производителям это запланировано почему-то. Поэтому тоже этот момент уточняйте на сайте у производителя. Стоит ли снимать колесики или нет. Вот. Видите, я взяла стальчик для парты, который у нас под парту идет. Маленькие свободно влазят под парту. Вот такие стульчики, мы смотрели по видеороликам, многие школы берут, закупают целым классом детям для парты, ну, для школьных занятий. Я сейчас объясню просто, как они потом работают, и вы поймете, для чего это делается. А вот такие, например, большие, не большие. Ну, все, уже, видите, никуда. Понятно, смотря какое сидение. У нас маленькие стульчики. Если стулья побольше, то можно, конечно, взять и большие. Для кого нужны большие, для кого маленькие? С какого возраста? Вот у нас Пашуни 10 лет, и он, когда сел на маленький, он говорит, мам, я вообще такое чувствую, я вообще не чувствую, что я сижу на чем-то неподвижном и шатком. А когда сел на большую, он такой, о, вот это уже чувствуется балансировка. Обратно же мы не уточняли, с какого возраста вот эти стулья, до какого возраста вот эти. Но тут можно тоже консультироваться на сайте, подобрать под своего ребенка. Скорее всего, у вас будут узнавать рост, вес и так далее. Думаю, что в любом случае вам помогут подобрать стульчики именно для вашего ребенка или для вас. Ну, понятно, взрослым тут выбор невелик, а вот ребенка с какого возраста? У нас Пашуни 10 лет, сейчас ему 11, именно на вот этом сидит. Ну, точно на этом, он говорит, мне уже маловато. Он как-то, ну, некомфортно себя чувствует. Вот, поэтому у нас есть папин стульчик и сынулий стульчик. И два маленьких для двух других сыновей. Сейчас мы попросим нашу дочку, ей 12 лет, которая пользуется вот этим стульчиком, показать, как она на нем сидит, поделиться своим отзывом. И потом поделюсь я своим отзывом, потому что в основном я и муж проводим на вот этом стульчике очень много времени, потому что мы блогеры, как вы уже поняли. Мы очень много монтируем видео, мы очень много ведем сидячий образ жизни. Ну, очень много относительно, но все-таки по часа 3-5 в день стабильно. И это сказывается на организме, тем более у нас с мужем спины покалечены, так сказать, в кавычках, с детства, с юношества. Грыжи, протрузия дисков и так далее. И это боли в спине. И я тоже поделюсь, какое действие произвел вот это сидение на этом стульчике на мою спину. Анюточка, подойдешь к нам? Ага. Давай. Покажи, как ты на нем сидишь. Удобно тебе, неудобно. Он тебя по минимуму допущен? Да. Хорошо. Ну вот даже несмотря, смотрите, несмотря на то, что ребенку 12 лет... По максимуму опущен. По максимуму вернее. На самый низ. Да-да-да. По максимуму опущен. Несмотря на то, что ребенка 12 лет, все равно она ногами до пола не достает. Она вот на... Мне так неудобно просто. Ну да, она вот, чтобы балансировать, ставит на ножки. То есть все равно это стульчики предназначены все-таки для взрослого. Но они для себя очень захотел этот стульчик. В принципе, нормально. Мы попробовали, как она здесь сидит. Нормально ей подходит. Конечно, это не тот стул, которым можно пододвинуть, например, к шкафу, встать и что-то достать себе. Да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, удобно? Как ты себя на нем чувствуешь? Болела ли, например, первое время спина? Или вот просто... Первое время болела первый раз. Где болела? Пояс. Поясница. Я сейчас, да, я объясню, почему я сейчас спрашиваю это дело. А сейчас болит спина? Нет? Покажи, как ты сидишь. Ну, профиль. Вот так вот. Повернись к маме. Тихо, 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 тихо. Не. Вот так вот, боком. Боком повернись к маме. Вот так, да. О, да. Так понятно. Все. Ну, или же так... По-другому можно сесть? Ну, ты можешь вот так сидеть, расслабиться, ногу на ногу закинуть. Ну, так-то нет. Как-нибудь вот так. А вы, если тут, например, стул стали, вы знаете, так же не мнение. Не-не, у тебя же нету стула. Стол, 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 да. Я вот так просто облокачиваюсь, сам у меня просто по ножку есть. Я так сижу, но мне так неудобно, если честно. Неудобно. То есть, единственное положение, все-таки сидеть более-менее ровно на стульчике, балансировать. Хорошо. Спасибо, ассистентку мы попросим удалиться с этого зала осмотра. Объясню немножко я. Когда я начала сидеть на данном стульчике, у меня очень сильно начала болеть поясница. Я сразу обратилась на сайт производителя, говорю так и так. Меня проконсультировали, что это нормально. И объяснили, почему. Из-за того, что мышцы долгое время слабо работали, а сейчас, когда ты сидишь на стульчике, они начинают. Это я в двух словах по-своему. Я не врач, я не могу объяснить вам всякими нюансами. Но сама суть, когда... Давайте я объясню по-другому. Когда человек не отжимался долго, он вроде бы руками работает, но не отжимался, не делал конкретные упражнения, начинает отжиматься, на следующий день есть такое понятие, как крепатура. То же самое здесь, когда ты вроде бы ходишь, двигаешься, но не в таких количествах. То есть мышцы, они привыкли к одному, а тут у них дополнительно идет нагрузка. Понятно, начинается крепатура, начинается боли. У меня, наверное, первую неделю очень сильно болела спина в пояснице. Я даже испугалась. Думаю, так, а не опасно ли это, потому что у меня грыжа, которая вот внутренняя, не помню, как она называется, не которая наружу, а вот внутри она там. Есть такой вид грыж. И протрузия дисков. Я прям испугалась очень сильно, но потом она перестала болеть. И болеет только после того, когда я долго, например, не сижу на стульчике, потом снова начинаю усиленно сидеть, ну там работать, например, не работала какое-то время, каникулы на этом были, не знаю, отпуск, так сказать, от стульчика. Вот тогда они снова начинают болеть, привыкают, и потом нормально. Как же работают эти стульчики? Обратно же в двух словах, потому что в конце видео вы увидите прямо от профессионалов, как это все работает. Есть определенные мышцы, которые работают именно тогда и только тогда, когда человек находится в горизонтальном положении, ходит и удерживает равновесие. Эти мышцы, именно эти мышцы помогают удерживать равновесие человека. Когда человек сидит, то есть именно работает, ну то есть движение и так далее, они работают именно передвижение, и называются короткие мышцы. Позвоночник держит. Да, держит позвоночник в ровном состоянии. Когда человек сидит, лежит, полу лежит, они не работают. Их можно запустить в движение только когда мы ходим, двигаемся. Когда работает вестибулярный аппарат. Да, 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 вот именно вестибулярный аппарат включает эти мышцы в работу. Что происходит на стульчике? Когда мы садимся на стульчике, получается в наше время очень много людей сидят, офисы, школьники очень много сидят. Почему школы берут такие стульчики? Значит, просто вот, как мы блогеры, например, очень много времени проводим за компьютером. Это дизайнеры, это все, кто работает с какими-то компьютерными программами, программисты. Сидячая работа вообще. Да, что происходит? Позвоночник атрофируется, мышцы атрофируются, они становятся слабыми, начинаются протрузии. А именно эти мышцы прогоняют, как это сказать? Делают здоровыми хрящи. Ну, в общем, весь позвоночник зависит от того, насколько работают эти мышцы. Ну, не только эти, понятно, но и включительно эти мышцы. Здоровье позвоночника, так сказать. И когда мы сидим на этом стульчике, нам постоянно приходится удерживать равновесие. Равновесие, да. И получается, что эти мышцы включены. И вроде бы ты сидишь, вроде бы ты работаешь. Ну, поиграй вот этой штучей, да, да, да. Вроде бы ты работаешь. Ну, обычно я вот сижу, вот сижу, вот сижу. Ну, иногда вот облокачиваюсь, иногда отдыхаю. То есть, ну, в основном вот, вот это положение. Получается, что ты сидя, как будто бы ходишь. И это очень классный момент. Понятно, что ноги от этого у тебя не ходят. То есть, тут и ноги, если слабые, нужно развивать отдельно. Мы, например, не останавливаемся только на этих стульчиках. Сразу скажу, мы сейчас занимаемся Бугновским. Это доктор Бугновский, который помогает развивать все тело. Понятно, что этот стульчик не развивает вам руки, мышцы там, не знаю, ну, ног, бедер и так далее. Живота, пресс вам не сделает красивым. Но именно вот проблему позвоночника он убирает. Как нам объяснили, когда мы приобретали эти стульчики, что данные стульчики снимают вот эти все проблемы позвоночника. То есть, протрузия исчезает с каким-то временем. Также вот у кого сколиоз, да, это же слабые мышцы. Их же тоже нужно постоянно тренировать. Особенно, если у вас ребенок сидячий образ жизни ведет. То есть, дополнительно к занятиям, которые вы проводите с ребенком, плюс вот этот стульчик вообще будет вам просто в помощь, потому что ребенок вместо сидячего образа жизни будет как будто бы вести активный образ жизни, да, ну, по крайней мере для позвоночника, для вот этих мышц. Вот. И сейчас буквально трехминутный видеоролик в конце этого видео, где прям профессионалы рассказывают, как конкретно, какие мышцы, где они расположены. Обязательно посмотрите, если вас заинтересовал этот стульчик, потому что реально... Кстати, мои выводы. Буквально на днях мы сидели с мужем, и я говорю, слушай, я заметила, что я спину стала ровно держать. Я все время сидела вот так за столом. И я ловила себя... И у меня дочка вот так сидит. Вот так вот, прям взгорблена. И я заметила в последнее время, что я не сижу больше так. И я буквально осознала это пару дней назад. Говорю, Боль, слушай, а мне даже неудобно... Я когда вот так начинаю сидеть, у меня спина начинает болеть. Мышцы уже все привыкли, вот так вот. Здесь вот так не посидишь просто. И я говорю, слушай, отчего бы это? Как это вообще произошло? Как это я вот так вот ровно сижу? И потом до меня дошло. Полгода, например, я, например, сижу на этом стульчике. Привели к тому, что мне неудобно. У меня вот эта часть тела... А вы же знаете, да, например, смотрите. Кстати, тоже еще один такой момент, как научить ребенка сидеть ровно. Это то, что мы стали применять, то, что мы заметили. Вот. Давайте рукам сяду. То есть вот ребенок, например, оперся и сидит ровно. Ну, вот так вот, да? Облокотился. Давай с этой стороны сними. Прямо это та методика, которую мы используем. Вот сидит ребенок. Вот мы заметили, мы кушаем. Как дети кушают, да? Вот, смотрите мою спину. Покажи сбоку мою спину. Да, видно. Вот. Что мы стали делать? Что мы стали делать? Мы говорим, за столом могут лежать на столе только кисти. Посмотрите на мою спину. Смотри, я ничего не делаю. Я всего лишь изменила положение рук. Спина автоматически становится ровной. Раз. Во-вторых, даже вот так сидя, у меня дочка вот так делает. Тоже покажи со стороны, пожалуйста. Да, 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 прогибает. Вот она, раз. Вот здесь она полностью все расслабляет. И получается, что эти мышцы не работают. И плечи. Стоит всего лишь, не надо даже плечи выравнивать. Стоит всего лишь выровнять вот эту часть спины, сразу становится ровненькая вся спина. Ошибка родителей, они говорят, выровняй плечи. Ну, ребенок пытается, а он не может понять, как ему выровнять плечи. А у меня сын, знаете, как делает? Что, мама, мне вот так быть? Ну, он не понимает, что значит выровнять плечи. А когда ты ему говоришь, спину выровняй, ну, эту, поясницу, раз, втянул в себя, все, плечи автоматически выровнялись. Это такая еще одна хитрость. Так вот, я заметила, что у меня вот этот вот изгиб, я перестала вот так вот сутулиться. У меня остались сильными мышцы вот здесь, накачанными, по сути. И у меня автоматически держится ровная спина. Вот. Конечно, это нужно на это время, плюс занятие Бумновским, плюс стульчик. И, ну, по крайней мере, это вот снижено, ну, как-то. Ваши мышцы тренируют, несмотря на то, даже вы занимаетесь чем-то дополнительным или не занимаетесь. Это очень классная вещь. Вот. Ну, и давайте перейдем к видеоролику. Ссылочку, где можно купить вот такие стулья-тренажеры, я оставлю в описании видео. Понятно, еще наше мнение. Понятно, что вот эти стульчики стоят дороже, вот эти стульчики стоят дешевле. Но то, что мы поняли, а, кстати, я обещала поделиться о нюансах по этим стульчикам. Когда вы приобретаете вот такой стульчик, вы должны планировать вот какую вещь. Потому что с такими стульчиками проблем в этом нет. Это то, с чем мы столкнулись, это наша практика. Видите, вот наш обеденный стол. Вот ребенок сидел, было все хорошо. Вот мы ставим, кстати, если будете ставить за обеденный стол, стульчики. Чехлы. Обязательно чехлы. Вот так все в жирных пятнах у нас было. Это просто, потому что у детей все падает. Ну, это понятно, это дети. Вот ребенку посадили, значит, он уже намного выше за столом. Это значит, у него расстояние от головы до тарелки увеличилось. Особенно это очень плохо, когда суп кушает ребенок. Это все капает, стекает. Это выход либо делать меньше стульчик, либо выше стол. То есть в какой-то момент регулируется. Либо покупать такой стульчик за обеденный стол, который будет регулироваться. А дети растут. Рост растет. Придется все время что-то менять под ребенка. И подставку под ноги надо. И подставку под ноги, да. Потому что вот при таком стуле у ребенка под ноги. Вот, например, на вот эти стульчики идеально подошли. Без всяких подставочек. Стульчик маленький. Мы что сделали? У нас регулируемая парта. Вот это очень классный момент. И это стульчик регулируемый. И стульчик регулируемый. И мы просто подрегулировали, под парту поставили. Ну, еще мы такой момент поняли. Дети кушают за обеденным столом максимум 5 раз в день. 4 стандартные, бывает дополнительная еда. Ну, 5 раз в день. Ну, по 10-15 минут. А за компьютером находятся много дольше. В плане, когда учатся, когда играют в игры. Просто сидят, рисуют. Что-то делают, мастерят. Вот они садятся за парту, за свой столик. И все, они там что-то мастерят, что-то делают. Намного больше. Это засчитывается часами. До 5 часов в день. Поэтому практичнее все-таки такие стулья ставить там, где у ребенка учебное место. Или там, где он очень много сидит. Там, где больше времени проводит, сидя. И тогда нужно под него, конечно же, взять стульчик, который будет регулироваться. Выше-ниже делать. Сейчас таких стульчиков вот так. В принципе, оно того стоит. Либо же сразу брать вот такой стуль, который подходит и взрослым, и детям. Очень классный. И под него, мне кажется, легче найти чехол. Круглые чехлы. Сейчас очень много их продается. Вот, потому что вот дочка клеем замазала. Все. Уже оно, не знаем, с чем его убрать. Видите? Суперклей. Я еще хочу добавить, что, может быть, такой момент, что вам этот стульчик не нужен. Но только при том условии, что вы ходите 8-10 часов каждый день. Да. То есть данный стульчик нужен людям, которые... Практически всем нужен. Да. Потому что по 8 часов в день ходит кто-то на фабрике, кто-то на... Те, кто стоят на ногах, вот почтальоны ходят туда-сюда. Да, вот они много двигаются. Там, допустим, повара, они стоят практически постоянно. А те, кто сидят за компьютером, за столом, в офисом, вот, очень сильно страдает спина. Поэтому этот стульчик нужен всем, кто мало ходит. Ну, вот такие вот дела. Все. Переходим к видео от специалистов. Надеюсь, видео вам было полезно. Своими отзывами мы поделились. И смотрите видео. И пока-пока. Неизлечимых болезней нет. Есть непонимание причин их возникновения, незнание средств и способов устранения причин заболеваний. Поэтому каждому человеку необходимо быть грамотным в вопросах своего здоровья. Академик Вернадский. Сейчас вы узнаете некоторые факты из жизни опорно-двигательного аппарата. Опорно-двигательный аппарат человека состоит из двух составляющих. Опоры – это я. И мышечного аппарата – это движение. В жизни мы неразрывно связаны между собой. И я расскажу, что происходит, когда нас пытаются разъединить. Когда о худом говорят «кожа до кости», это не про меня. У меня даже кожи нет. Так, хрящики, связочки. Во мне около 210 костей и примерно 230 суставов. Моя опора – это позвоночник. Он состоит из 147 суставов. Между позвонками – амортизаторы, межпозвонковые диски. Именно они обеспечивают гибкость позвоночника при его большой выносливости. Чтобы позвонки не смещались, их фиксируют короткие мышцы-стабилизаторы. Когда мы идем, мы не просто перемещаемся по поверхности. Наше туловище совершает движение вверх и вниз. При этом межпозвоночные диски позвоночника, как амортизаторы, поочередно сжимаются и расслабляются. При их расслаблении питательная жидкость из соседних позвонков поступает в тело диска. При сжатии из дисков выдавливаются продукты обмена веществ – шлаки. Так, естественным образом, только при ходьбе включается механизм питания межпозвонковых дисков. Также только при ходьбе, удерживая равновесие, работают мышцы-стабилизаторы позвоночника. За счет их насосной функции обеспечивается кровообращение и питание всех структур позвоночника, в первую очередь межпозвонковых дисков. А теперь сядем или ляжем. Займем любимую многими позу. Теперь уже ни мышцы-стабилизаторы, ни механизм питания межпозвонковых дисков не работают. Если сидеть часто и по ногу, нарушается питание дисков. Они теряют упругость и уплощаются, выходя за пределы контакта с позвонками. Как следствие, возникает остеохондроз, протрузии и грыжи дисков, сопровождаемые нестерпимыми болями в спине и шее. Ваши любимые таблетки и другие лекарства могут лишь временно заблокировать боль. Болезнь прогрессирует. Запомните, нельзя сидеть больше двух часов в день. Ходите не менее 10 тысяч шагов в день. Вы спросите, что делать, если работа сидячая, а жизнь малоподвижная. Открою вам спасительный секрет. Ради здоровья собственного позвоночника сидите на сидении-тренажере спинаок. Оно превращает вред от длительного сидения в пользу для здоровья. Как? На сидении-тренажере туловище человека оказывается в неустойчивом положении. Для удержания равновесия вестибулярный аппарат рефлекторно включает короткие мышцы-стабилизаторы позвоночника. Все остальное происходит как при ходьбе или езде верхом. Работающие мышцы обеспечивают нормальное кровообращение во всех структурах позвоночника, одновременно массируя межпозвонковые диски. При длительном использовании сидения-тренажера межпозвонковые диски приобретают упругость и первоначальные размеры. Останавливаются процессы деградации во всех структурах позвоночника. Со временем стихают боли в спине и шее, исчезают протрузии и грыжи. Формируется правильная осанка. Проходят многие хронические заболевания. Теперь вы знаете, как не допустить болезни позвоночника или избавиться от них в любом возрасте. Всем здоровья!